Всем подписчикам большой привет! Наступила весна и пора заготовки нашей уникальной травы. Медунка мягчайшая или пульмонария ее второе название. Еще называют ее трава легочница. Это уникальная трава, которая обладает лечебными свойствами. Издревле применяли как лучшее средство при лечении бронхолегочных заболеваний, в том числе детского туберкулеза. Но для того, чтобы ее применять круглый год, нужно ее высушить. Срываются вот такие вот стебли, можно с цветочками, и раскладываются при естественной сушке на какую-либо поверхность, на газету, на тряпку, тонким слоем, в течение, в тени, обязательно в тени. Она сушится дня 2-3, получается высушенная трава. Но я этот процесс провожу у себя в сушинке. У меня есть стиральная машина с сушкой, еще советская, элита фирмы ГАЗ, барабанного типа. В ней есть встроенная сушинка. Сушинка это выдает 50 градусов при продувке барабана. Трава укладывается, значит, в барабан, закрывается он и включается на сушку. Сушка идет теплым воздухом при 50 градусах. Время сушки выставляется сколько вам нужно. Вот пошла сушка, я поставил 60 минут. Начинает работать барабан, он крутится. И нагревающий элемент, который выдает теплый воздух. Вот температура 28 градусов, 27, 27, 28 градусов. А вообще температура после выхода 50. То есть теплый воздух имеет 50 градусов. Постепенно вот эта температура на барабане поднимается. И когда она достигает 40-50 градусов, процесс прекращается. Это примерно можно сделать в течение часа. Полностью высушить всю траву. Сейчас я расскажу вам, что потом делать. Во-первых, ее можно заваривать в свежем виде. Набиваете в стеклянную банку, прям траву, доверху. Заливаете кипятком. Получается через 30 минут вот такой настой коричневатый. Настой чая, который принимаете просто как чай. Ее можете немножечко сахара добавить. Она очень быстро снимает все бронхиты. То есть разжижает мокроту. И второй вариант. Она поднимает иммунитет. Иммунитет за счет того, что содержит очень много полифенолов, витаминов, микроэлементов. А полифенол является модулятором иммунной системы. То есть помогает в выработке интерферонов. Интерферонов это специфический белок в иммунной системе, который встречает вирусы и бактерии. И этот чай можно применять в течение всей зимы. Также пока она сейчас еще свежая, она идет хорошо в салаты. То есть режется, крошится мелко. И добавляется может огурец, лук, сметана. И применяет ее в качестве салата. Основу для салатов. Даже пробовали ее обжаривать. То есть для жарки она вкуснее, чем папоротник, который сейчас идет. Подписывайтесь на мой канал. Будет много интересного. Всего доброго.